Как приятно освещать хорошие, радостные события в жизни горожан, в особенности, если это касается свадеб. Да не простой, а золотой свадьбы. В отделении ЗАГСа прошла торжественная церемония 50-летия со дня свадьбы семьи Сопрыкиных, Веры и Александра. Подробности в материале нашей программы. Примерно так же, 50 лет назад, молодые заходили в стены ЗАГСа. У каждого человека есть дом, но это не просто крыша над головой, это его семья и близкие. Вера и Александра познакомились в партизанском районе Приморского края, в поселке Тигровом. Ровно полвека назад был скреплен подписями «Союз их сердец». Вот у меня в руках первичное, я прошу обратить внимание, первичное свидетельство о заключении брака. Я всегда с трепетом отношусь к таким документам. Смотрите, здесь даже печать не выцела. Ничего здесь не написано повторно, то есть вот подпись заведующего бюро записи о должностном состоянии, вот для них. Это, ну, если хотите, родители. Таких документов встречается очень мало. Я счастлива, что такие документы приходится держать по таким замечательным событиям. Молодые, счастливые, влюбленные заключили брак. Там же в ЗАГСе зажгли их семейный очаг. И до сих пор своим теплом он согревает родных и близких. Примите самые искренние слова поздравления. Прошлые годы совместной жизни говорят о том, что вы сумели не только сохранить любовь, но и избежать многих подводных течений. Вы пронесли свое душевное тепло сквозь годы и уверенно чувствуете себя сегодня. Пусть же сохранится все хорошее, что есть в вашей семейной жизни. И приумножится все мгновения радости, любви и оптимизма. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни. Глава администрации городского округа Затоку Ротфутов, Тихонович Виктор Митрич. 50 лет – круглая дата. За плечами полвека совместной жизни. Ни один пуд соли съедем. Рядом сидят дети, внуки, правнуки и друзья. Почему же для названия 50-летней годовщины было выбрано такое красивое название – «Золотая»? Золото-благородный металл желтого цвета. Ковки, химически весьма инертный, на воздухе не изменяется даже при нагревании. Разве название юбилея несправедливо? Ведь для того, чтобы прожить полвека вместе, нужна особая ковкость, мягкость характера, неизменность чувств даже при нагревании извне. Так и в браке. Мы всю жизнь движемся к единой цели вместе, уверенные в надежности и поддержке партнера. Золотую свадьбу отмечают редко, но уж если отмечают, то это становится действительно большим и радостным событием для всей семьи юбиляров. Для этого нужно любить друг друга, уважать друг друга, уступать кое в чем. Не во всем уступать, но хотя бы во всем, кое в чем выступать. А не будешь уступать друг другу, значит и жизни не будет. Они потом бегут быстренько, на развод подают, туда, как вам сказать, ты не такая, ты не такой, я другого нашла, я другую нашел и все такое прочее. А мы уважали друг друга и любили друг друга. И ждали с походов постоянно, как некоторые сейчас, молодежь, они с походов особо не ждут. Заводят себе любовников, там еще кого-нибудь. А мы ждали друг друга. Мы когда встретились, сразу полюбили, конечно, друг друга. И почти вот на все протяжение, то, что мы прожили, и мы все время относились, относимся, и, надеюсь, будем относиться с большим уважением, с пониманием и друг друга любить и уважать. Золотая свадьба – праздник, который собирает всю семью вокруг родителей-основателей. Это праздник, который позволяет почувствовать сплоченность и единство семьи и традиций, сложившейся в ней. Рядом с юбилярами оказываются плот их многолетней совместной жизни, любимые и любящие дети, внуки и правнуки. Конечно, все они пришли поздравить семейную Чету с этим торжественным событием и вновь пожелать им здоровья, терпения, семейного счастья и благополучия. По обычаю, юбиляры разделяют корова счастья с родными и близкими и делают праздничное фото на память, которое украсит альбом нашего отдела ЗАГСа, где собраны все самые счастливые семьи, прожившие вместе 50 лет.